О существовании ракетного комплекса «Луна» в мире узнали в октябре 1962 года. Для отражения возможного вторжения американских войск, на Кубу были переброшены новейшие по тем временам ракеты тактического назначения, способные нести ядерное оружие. То есть вместе со стратегическими ракетами средней дальности «Луна» оказалась одним из тех самых ежей, которые Никита Хрущев, по его же образному выражению, намеревался запустить в штаны американцев. К счастью, Карибский кризис, который чуть было не привел к глобальной ядерной войне, удалось разрешить дипломатическими методами. Космический пейзаж на острове Свободы ракетный комплекс «Луна», конечно же, вполне мог обеспечить. Однако первые тактические ракеты были еще далеки от совершенства. В первую очередь военных не устраивала дальность и точность стрельбы. Обе твердотопливные неуправляемые ракеты с ядерной и осколочно-фугасной боевыми частями могли бить на расстоянии не более 40 километров. При этом о нанесении точечных ударов вообще говорить не приходилось. Во время стрельбы круговое вероятное отклонение ракеты от цели могло достигать километра. Оставляло желать лучшего и мобильность комплекса. Созданное на базе плавающего танка ПТ-76 гусеничное шасси лишь теоретически обеспечивало комплексу скорость 40 километров в час. На практике уже при 20 километрах в час машина начинала так штормить, что создавалась реальная опасность для ядерной боеголовки. Уже весной 1961 года, то есть еще до поступления Луны на вооружение, начались работы по созданию модернизированного, а фактически нового ракетного комплекса «Луна-М». Серийное производство он поступил в 1964 году. Вместо гусениц от плавающего танка новая ракетная установка получила колеса от ЗИЛ-135. Благодаря этому «Луна-М» могла передвигаться со скоростью до 60 километров в час. Причем перегрузки боевой части были существенно уменьшены. Также была создана транспортная машина, перевозившая три запасные ракеты вместо двух, как это было у Луны. Существенным образом были модернизированы и сами ракеты. Теперь они могли нести не только осколочно-фугасные и ядерные, но и химические головные части. Ракеты по-прежнему оставались неуправляемыми, однако весьма серьезно, чуть ли не в два раза, возросла их дальнобойность. Кроме того, модернизированный комплекс оказался значительно точнее предшественника. Проворотный двигатель, которым была оборудована «Луна-М», как центрифуга раскручивал ракету и, соответственно, делал ее более устойчивой в полете. Несмотря на недостатки, этот ракетный комплекс оказался из разряда долгожителей. «Луна-М» до сих пор состоит на вооружении некоторых армий мира. Ракетный комплекс использовался в нескольких региональных войнах. В частности, во время Ирано-Иракской войны, Багдад произвел 67 боевых запусков этих ракет. Еще несколько таких ракет были запущены иракцами по целям в Саудовской Аравии в 1991 году. По некоторым данным, эти же ракеты использовались в Чечне. В середине 70-х «Луна-М» начали постепенно заменять на тактические ракетные комплексы семейства «Точка». Этот комплекс также несколько раз модернизировали. Последняя его модификация «Точка-У» была принята на вооружение в 1989 году. Гвардейская Новороссийская бригада – единственная в ракетных войсках артиллерии, на боевом знамени которой сразу семь боевых орденов. Сейчас на вооружении бригады – ракетные комплексы «Точка-У». Главная часть ракеты может быть ядерной, фугасной или кассетной. Как и у «Луны-М», ее двигатель твердотопливный. Однако на этом сходства заканчиваются. В отличие от предшественницы, эта ракета управляема, причем по всей траектории полета. На конечном участке происходит доворот ракеты, и она вертикально пикирует. При подлете ее головная часть не отделяется. Для достижения максимальной площади поражения она подрывается в воздухе прямо над целью. Для наведения точки «У» используются цифровые карты местности, полученные по результатам космической или аэрофотосъемки. Комплекс весьма мобилен. Он может не только ездить по любым дорогам с довольно высокой скоростью, но и плавать. Эта особенность значительно повысила оперативную мобильность ракетной установки. На Европейском театре военных действий, где водные преграды встречаются в среднем через каждые 20 километров, «Точка-У» способна без лишних проблем следовать за наступающими войсками. Главным отличием ракетного комплекса «Точка-У» от «Луна-М» является точность и дальность стрельбы. По образному выражению ракетчиков, комплекс вполне может поразить точечную цель размером с футбольный мяч на расстоянии 120 километров. При необходимости через 16-20 минут после завершения марша ракета может стартовать к цели. А еще через полторы минуты пусковая установка уже способна покинуть позицию. Свои высокие боевые качества ракетный комплекс «Точка-У» продемонстрировал весной 1996 года. По некоторым данным, именно благодаря поистине точечному удару этого комплекса был ликвидирован лидер чеченских сепаратистов Джахар Дудаев. Как бы там ни было, и по сей день тактический комплекс «Точка-У» считается вполне современным, способным решать любые поставленные задачи. У военных нет никаких планов относительно его снятия с боевого дежурства. Более того, по некоторым данным, ракетный комплекс собираются в очередной раз модернизировать.